Очередная попытка полиции остановить нелегальную добычу янтаря в Ривненском заповеднике провалилась. Напомню, в лесах, вблизи Белого озера, из-за деятельности старателей, настоящая техногенная катастрофа. Пострадали десятки гектаров земли. О несостоятельности властей, бездействии райотделов и беспредели селян Инна Белецкая. Красота Ривненского заповедника завораживает, а с воздуха тысячи гектаров девственного леса с огромным глицериновым озером посередине выглядят вот так. И будто шрам лес пересекает канал. Почти 300 метров прорили эскаватором старатели, чтобы добыть воду для работы мотопомп. Полиция наведывалась сюда не раз. В одном из ночных рейдов побывали и мы. Тогда местные жители заблокировали силовиков вместе с несколькими десятками бойцов из оперштаба, угрожая расправой и требуя отдать изъятые мотопомпы. Селяне разобрали мост и орудия труда пришлось отдать. Уголовное производство открыли в райотделе, но к ответственности никого не привлекли. Затем закрыть канал пытались по приказу главы администрации. Вот так встретили лесников и полицейских местные. Сопротивление полиции, заблокированная техника и снова никто из местных не отвечает перед законом. С ними договариваются. Пробовали заревать, но приехали. Первая проба не удалась, перекрыли дорогу Більской воли. Другая проба удалась закопать 70 метров тут. И что дальше? Далее приехали люди в маски и снова работа стала. Я чувствую, что есть договаривание, чтобы закопать полностью тут. Так бы от местных, так бы они погодились, чтобы полностью цих 280 метров закопать. Но это территория заповедника и с ними нужно договариваться. Ну так, что сделалось. Приступить к работам по ликвидации траншеи планируют уже с понедельника. По слухам, причина внезапной сговорчивости местных в обысках, которые наконец провели полицейские в домах старателей. Но, по словам экологов, уникальным лесам уже нанесен непоправимый ущерб. Эти злочинные элементы, которые тут работают, выносят наверх нижние шары пещерных откладов. Они не поместят биоречовин, которые необходимы для того, чтобы там взрослый лес. Не знаю, в каком направлении будет развиваться это восстановление. Это не единственное место в Ривненском заповеднике, куда добрались старатели. Солнечный камень стал настоящим проклятием. Его добывают везде, обезвоживая реки, колодцы и озера, уничтожая поля и леса, портая дороги и линии электропередач. После варварских действий нелегалов Полесье уже никогда не будет прежним. Инна Белецкая, Николай Василюк. Подробности телеканал Интер. Ривненская область.